Маску для лица дома И рассказать вам, как быстро я делаю маску для лица дома, когда у меня совершенно нет времени И также рассказать про скраб для тела Но прежде чем мы перейдем к этому, я хотела ответить на вопрос Многие меня спрашивали, почему я подстриглась И некоторые говорили даже, что случилось Я хочу сказать, что ничего такого не произошло Я просто решила постричь волосы, потому что я давно уже хотела Если вы следили за моими видео, то я говорила, что я хочу покраситься также еще и в темный цвет Поэтому не удивляйтесь, если я буду меняться Я думаю, что пока мы молоды, нужно пробовать Не стоит останавливаться только в одном образе И все, и бояться экспериментировать И также мне кажется, что прошлой весной или в начале лета Я тоже стригла волос и примерно был точно такой же длины Так что ничего экстремального не произошло И уже нужно было его подстричь Мне кажется, что так волос выглядит более здоровым Также пока не забыла, я хочу вас поблагодарить за все ваши комплименты Которые вы мне делали насчет моей стрижки И также за все добрые слова, которые вы мне пишите в комментариях За вашу поддержку Мне очень приятно И начну я, наверное, с кофейного скраба Сейчас в руках у меня кофейная гуща Я очень люблю кофе Я готовлю кофе по утрам Пью как минимум одну кружку Конечно же, у меня остается кофейная гуща И просто грех не попробовать ее использовать для скраба или маски Вы, наверное, знаете, что кофейная гуща подтягивает, тонизирует кожу Питает ее кофейными маслами И, конечно же, улучшает цвет И помогает бороться с целлюлитом Что же я добавляю в кофейную гущу, чтобы у меня получился скраб? Первое, это мед Потому что он всегда дома Мы всегда его покупаем И его легко найти Если у вас есть органик, то вообще супер И, конечно же, я выбираю мед Потому что он смягчает кожу Улучшает ее состояние И устраняет сухость и шелушение Если вы используете 2-3 ложки кофейной гущи То тогда вам понадобится 2 ложки столовые меда И третье, что я использую Это оливковое масло Если я добавила 2 столовые ложки меда К 2-3 столовые ложки кофейной гущи То, конечно же, я добавлю 2 столовые ложки оливкового масла Почему я выбираю оливковое масло? Потому что оно все время у меня дома И также оно очень полезно В нем очень много витаминов, микроэлементов И также увлажняет, смягчает кожу Снимает раздражение И также убирает шелушение То есть тоже плюсом После того, как все 3 компонента находятся в емкости То есть мед, оливковое масло и кофейной гущи Я это все перемешиваю И затем скраб готов к применению Чтобы приготовить такой скраб Займет, наверное, 2-3 минутки Не больше 5 в любом случае И мне такой скраб нравится Потому что он не занимает много времени, чтобы его приготовить Но в то же время эффект от него вы почувствуете Особенно в зимнее время, когда кожа сухая от морозов Это отличный выход из ситуации Переходим к маске для лица С корицей Как вы знаете, обычно я себе покупаю маски для лица в магазинах Но сейчас я стала думать, что, возможно, маски домашнего приготовления даже намного лучше Итак, что же мне для этой маски обычно нужно? Нужна корица У меня она вот такая вот маленькая упаковка Я ее купила в обычном продуктовом магазине Также нужна соль Можно обычную соль или же морскую Сегодня я себе делала маску с обычной солью И также нужен мед опять Почему я добавляю мед в маску, вы уже знаете Что же касается соли Как обычной кухонной, так и морской Говорят, что она очень хорошо влияет на кожу И тонизирует ее Поэтому ее советуют использовать в масках И, конечно же, корица Очень такой полезный компонент Который обязательно нужно использовать Так как она богата антиоксидантами Снимает воспаление И улучшает циркуляцию крови А также питает кожу Очищает ее И кожа становится более гладкой Свежей и эластичной Обычно я смешиваю Одну чайную ложку корицы С одной чайной ложкой соли И одной чайной ложкой меда Всю часть наперемешиваю Это занимает буквально 2 минутки Затем наношу на лицо И держу не больше 5 минут После смываю И мне очень нравится Как чувствует себя моя кожа После этой маски Это все, что я хотела вам сказать О маске и скрабе На сегодня, возможно, в будущем Я сделаю еще видео на эту тему Но сейчас я бы хотела напомнить Что если вы следите за моей публичной страницей Вконтакте То вы знаете, что сейчас проходит конкурс Для подписчиков моей страницы И разыгрывается блузка С сайта Romwe Вот она Если вы хотите принять участие В этом конкурсе Пожалуйста, загляните в описание К этому видео И я оставлю ссылку на тему Или же вы можете зайти на мою публичную страницу И посмотреть тему, которая называется Конкурс Giveaway И прочитать все условия конкурса Это даже своего рода не конкурс Это больше как подарок вам За то, что вы являетесь моими зрителями Смотрите меня, комментируете Следите за мной на моей странице Вконтакте Мне очень приятно, что вы у меня есть И я просто таким образом хочу вас отблагодарить И я думаю, что такая блузка будет хорошим подарком В общем, заходите на мою публичную страницу И смотрите эту тему Если вы хотите принять участие Извините, что сегодня получилось немножко сумбурно Я сегодня немножко уставшая Скоро увидимся Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok